Землетрясение это обычное явление для нашей планеты. Подземные толчки случаются каждые 15 секунд. Большинство из них не приносит вреда ни людям, ни окружающей среде, и мы даже не замечаем их. Но иногда случаются землетрясения, масштабы и последствия которых становятся настоящей катастрофой. Большая часть Украины географически находится в такой сейсмической зоне, для которой разрушительные землетрясения редкость. Но есть территории, где все же они возможны. И сегодня мы спрогнозируем, что же может произойти с нами в случае мощного землетрясения. А эксперты помогут проанализировать последствия данной катастрофы. И мы с вами узнаем, что ждет нас в страшном завтра. 9.24. Одесса, Украина. 15 сентября. Приморский бульвар. Пометник Дюку-де-Ришелье. Потемкинская лестница. Море, солнце, пляжи, отдыхающие. Слышна особая одесская речь. Оксана с дочкой Алиной собираются пойти на пляж, искупаться и позагорать. Пенсионер Яков Давидович занят обычными хлопотами в саду. В частном доме всегда есть чем заняться. Александр, приехавший в командировку, уже успел поселиться и получить ключи от номера с видом на море. В эту минуту он как раз поднимается в лифте. Ничто не предвещает беды. Город живет своей обычной размеренной жизнью. Его жители и не подозревают, что сейчас происходит в соседней стране. И что совсем скоро произойдет с ними. 9.25. Зона Вранча, Румыния. В румынских Карпатах на глубине 160 километров происходит землетрясение магнитудой 9. 9.25. Одесса, Украина. Слышится страшный гул. Происходит сильный и резкий толчок. Сотрясение продолжается не более секунды и затихает. Гул исчезает. Здание жутко скрипит. Стекла зловеще позвяки. Спустя несколько секунд гул возобновляется и за ним следует сокрушительный удар. Потом еще один и еще. Удары такой силы, что в доме сыпется штукатурка. Вылетают стекла, падает мебель. Оксана хватает Алину и выбегает из квартиры. Для них сейчас главное, как можно быстрее оказаться на улице. И не просто на улице, а подальше от здания. Передвигаться внутри дома очень сложно. Все качается. Стены дрожат, трещат и рушатся. Прошла одна минута. Оксана с дочкой с трудом выбираются на улицу. Казалось бы, что опасность уже позади. Но их дом, как и многие другие дома в округе, находится в аварийном состоянии. Он может рухнуть в любой момент. Боясь погибнуть под развалинами, Оксана принимает решение спасаться наверху холма. Подальше от зданий. Надо спешить. Но бежать не получается. Даже идти по поверхности земли чрезвычайно трудно. Земля дрожит под ногами. Она как бы вздыбливается. То поднимается вверх, то опускается вниз. Оксана видит, как в соседнем доме падают балконы. На соседней улице обваливается крыша и часть стены здания. Дома рушатся со страшным треском и грохотом. Многие из них складываются, как карточные домики. Улицы наполняются серой пылью. Сильные толчки сбрасывают Якова Давидовича на пол. Рядом стоящий шкаф качается и грозит упасть прямо на него. В серванте звенит и бьется посуда. С полок падают кинги. Подняться из-за сильных толчков Яков Давидович не может. И ему ничего не остается, как лежать на полу. Слышится скрежет каменные стены. Лифт, в котором находится Александр, останавливается между этажами. Парень не понимает, что происходит. Он с трудом держится на ногах. Лифт сильно трясет и раскачивает. Александр нажимает на все кнопки подряд, но лифт не работает. Пытается связаться с диспетчером, но все его попытки остаются безуспешными. Пробует открыть двери, хотя по технике безопасности этого делать нельзя. У него ничего не выходит. От резких толчков дверь лифта заклинила и перекосила. Он в ловушке. Лифт с каждой секундой раскачивается все сильнее. Толчки продолжаются. Прошло 10 минут. Оксана с Алиной пробираются в верхнюю часть города. Оглянувшись назад, они видят полуразрушенные улицы. Повсюду висят искрящиеся провода. Из-за повреждений водопровода вода течет прямо по улицам. Слышатся взрывы, которые происходят из-за утечки газа. Виднеются горящие здания. Все заволокло дымом и густой едкой пылью, от которых трудно дышать. Но надо идти. Ведь землетрясение может повториться. Существует понятие резонанса. Когда солдаты идут по мосту, каждый шаг – это очень небольшая энергия. На связи с тем, что эти энергии складываются. Оказывается, что в этом случае энергия не будет утекать из моста. Она будет накопляться. И после каждого шага колебаний будет все больше и больше. Больше и больше. То же самое происходит и с зданиями, сооружениями. Если мы имеем какое-то современное здание, то оно имеет основной период колебаний. Этот период зависит от высоты здания и от положения центра масс этого здания. И вот если мы хотим сохранить это здание, то нам необходимо учесть, а не совпало ли собственный период колебания грунта с собственным периодом колебания здания. В таком случае, если, не дай бог, совпадет собственный период колебаний грунта с собственным периодом колебания здания, то, естественно, сохранить его не удастся даже при небольших землетрясениях. Вот от этой ситуации необходимо уходить. Центр масс можно изменить. Например, приорудил верхние этажи, вынестили на верхние этажи какую-то достаточно большую массу. Собственный период тут же изменится. Если он не будет совпадать с тем, который был резонансным для грунтов, ну, в таком случае считайте, что мы здание спасли. После землетрясения гостиница устояла. И Александр продолжает безуспешные попытки выбраться из лифта. Он так и не понимает, что же произошло. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скорая помощь принимает звонки от пострадавших. Спасатели информируются о разрушениях и о тех, кто находится под завалами. Бригады пожарных, скорых и спасателей одна за другой выезжают на вызовы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы понять весь масштаб катастрофы, давайте разберемся, что же это за зона в ранче и какую угрозу она представляет. Зона в ранче – это сейсмически активная и очень опасная зона. Находится она на участке стыковки разлома южных румынских и восточных украинских Карпат, в уезде в ранче в Румынии. Это большой район, примерно 100 на 40 километров. Особенность этой зоны в том, что очаги землетрясений происходят на глубине от 80 до 190 километров. Но чаще всего они случаются на глубине от 120 до 150 километров. Максимальная магнитуда в этой зоне составляет 7,6. Из-за таких больших глубин и магнитуд землетрясения распространяются на сотни и даже тысячи километров от эпицентра. Ощущаются на большей части Восточной и Центральной Европы, достигают Кавказа, Киева, Москвы и даже Санкт-Петербурга. Юго-западная часть Украины также попадает под непосредственное влияние зоны вранча. На этой территории возможны землетрясения интенсивностью 8 баллов. За последние 100 лет в зоне вранча произошло более 30 землетрясений с магнитудой 6,5 и выше. Магнитуда – это шкала, которую придумал Рихтер. Шкала Рихтера – это шкала, которая логарифмическая. Каждое последующее землетрясение, более сильное на одну магнитуду землетрясения, на таком же расстоянии от очага, производит колебания с амплитудой 10 раз больше, нежели предыдущие. Баллы были придуманы за 100 лет до него, и баллами характеризуется проявление землетрясения на дневной поверхности. Как чувствуют себя люди, как ведут себя здания различных типов, какие изменения в рельефе наблюдаются. Вот эти три признаки в основном используются для того, чтобы определить, а сколько баллов в том или другом месте проявилось при конкретном землетрясении. Прошло 35 минут. В здании администрации собирается штаб по ликвидации стихийного бедствия. Руководитель штаба сообщает о предварительных масштабах катастрофы. Создается план ликвидации чрезвычайной ситуации. Первое, что необходимо, это извлечь людей из-под завалов разрушенных и горящих домов. Оказать им первую медицинскую помощь. А так как большинство больниц разрушены, дается команда организовать и оборудовать медицинские пункты, а также пункты сбора пострадавших. Все аварийные службы города, включая добровольные дружины, мобилизируются. Их задача – сделать проезды и переходы в завалах, локализировать и устранить аварии на инженерных сетях. Коммунальные службы перекрывают газ, воду и отключают электричество. Все силы бросаются на спасение города, на то, чтобы масштабы разрушений и количество жертв были как можно меньшими. Каждые пять минут уцелевшие милицейские машины с громкоговорителями оповещают население, как действовать в сложившейся ситуации. Уточняются места эвакуации и пункты, где можно получить медицинскую помощь. Эта же информация транслируется по телевидению и радио. Начинается спасательная операция. Прошло 45 минут. В связи с возможностью повторения землетрясения, жители города должны действовать согласно инструкции. Минимальный набор на тревожный случай в сейсмически опасных зонах должен быть подготовлен заранее. Такой набор называют «тревожный чемоданчик». В него входят простейшие лекарства, продукты длительного сбережения, сменное белье, фонарь, нож, вода, теплые вещи и документы. Важные документы желательно хранить в отдельном месте рядом с тревожным чемоданчиком, для того, чтобы в случае опасности незамедлительно выйти из дома. Со всем этим набором жители города выходят на улицы, подальше от строений и линий электропередач и направляются в места эвакуации, которые в сейсмически опасных зонах определены заранее. Сейсмические станции являются очень нужными, важными объектами, с помощью которых фиксируется, во-первых, полная информация о том, как выглядит колебание грунта под этой станцией, когда землетрясение происходит в различных точках нашей планеты. Это очень важно. То есть сейсмические станции – это, скажем, такие объекты, которые с одной стороны записывают, как колеблется Земля, не обязательно при землетрясениях, но также при взрывах, при микросейсмах, вызванных, например, волнением в океане, вызванных ветрами, изменением давления на здания, сооружения, деревья. Земля постоянно колеблется. И вот знание, как это колеблется Земля, оно важно и нужно. Вот когда печатают наши деньги, там точность попадания столь высока, что нельзя этот завод построить в месте, где очень высокий шум сейсмический. Его нужно строить там, где этот шум будет минимальный. Те же сейсмические станции, но только если они не одна, а если их есть система, то с их помощью можно на расстоянии фиксировать активизированные тектонические структуры, которые активизировались на современном этапе геологического развития. Условия тектонические в округе, они могут активизировать определенные разломы. Не дай бог, чтобы такой разлом проходил через какой-нибудь ответственный объект атомной станции. Естественно, что за этим нужно следить. Но вот следить за этим можно очень просто. То есть достаточно иметь несколько сейсмических станций, которые будут фиксировать слабые потрескивания от активизированных тектонических структур. Это очень важно, потому что это самый простой способ контролировать их. Прошло 55 минут. Подземные толчки затихли. Казалось бы, что все уже позади, но землетрясение – это всего лишь первое звено целой череды страшных событий. И все еще только начинается. Смотрите далее в нашей программе. Огромная масса, отделившаяся от склона, двигается вниз. На берегу моря люди приходят в себя от пережитого землетрясения и его последствий. Спасатели доставляют раненых в уцелевшие больницы и пункты медицинской помощи. Александр стоит в оцепенении и смотрит, как 7-метровая волна движется прямо на него. Она со скоростью 350 километров в час несется к берегу. Огромная волна всей силой обрушивается на попережье. Одесса объявляется зоной стихийного бедствия. Прошло 55 минут. Сильные толчки прекращаются. За ними следуют непрерывные более слабые. Многие поврежденные, но ранее устоявшие дома падают от этих более слабых толчков. А некоторые просто проваливаются, уходят под землю, так как вся Одесса стоит на катакомбах. Катакомбы – это искусственные подземные пустоты. Они бывают двух происхождений. Одни из них представляют собой бывшие каменоломни, другие – ходы из подвалов домов. В Одессе такие ходы чаще всего называли минами. История одесских катакомб начинается приблизительно в 30-х годах 19 века. Для бурного строительства растущего города необходим был дешевый и доступный строительный материал. Им стал ракушняк. Прочный, легкий и не требующий больших усилий при обработке камень морского происхождения. Так почти все дома в старой Одессе были построены именно из него. Чтобы добыть камень, прямо под городом создавались многочисленные шахты-каменоломни. Постепенно они составили огромный подземный лабиринт, который постоянно дополнялся минами. Официально мины сооружались для хранения продуктов и вин. Но на деле в минах чаще всего прятались контрабандные товары, скрывались воры и грабители. Большая часть одесских катакомб многоярусна. Их глубина в некоторых местах достигает 100 метров, а протяженность – 3000 километров. Для сравнения, протяженность римских катакомб – 300, а парижских – 500 километров. Полной карты катакомб до сих пор не существует. Опыт всех землетрясений, крупных, которые были, он свидетельствует о том, что здания в сейсмическом районе должны быть особой прочности. И эта прочность веками сформировалась, и выработались определенные принципы строительства. Эти принципы заключаются в том, что здание должно быть простой формы. Если здание имеет перепады по высоте, они должны быть разделены антисейсмическими швами. Оно не должно, оно должно быть простое в плане. Оно не должно закручиваться от размещения в плане неравномерной шискости и массы. Ну и так далее. И это все в качестве норм, в качестве обязательных требований. Если эти требования соблюсти, есть требования к возникновению пластических деформаций, к необходимому количеству арматуры, требования к материалам, которые предъявляются в этом случае, то здание будет сейсмостойким. Прошел один час. Оксана с дочкой наблюдает, как огромная масса, отделившаяся от склона, двигается вниз. Строительство на пляже. Если говорить сугубо с точки зрения инженерной геологии, не вдаваясь в детали о моральном, социальном и другом аспекте, то расчеты показывают, что строительство на пляжах ведет к запасу устойчивости склона. Строительство у бровки склона ухудшает ситуацию. Мы получаем понижение запаса устойчивости склона. Оползни – это скользящее смещение горных пород вниз по склону под действием собственного веса. Объем пород, которые смещаются, может быть от нескольких сот до многих миллионов и даже миллиардов кубометров. Влага – главный враг при оползнях. А некоторые трубы в Одессе не менялись с момента их закладки. Они рвутся. Ежедневно из них вытекает около 50 тысяч кубометров воды. Вода проходит под землю, просачиваясь в слой пористых глин. Кроме того, если прежде вода могла испаряться или же выходить через множество подземных ручейков, то теперь город полностью покрыт зданиями и асфальтом. В результате в 20 веке уровень подпочвенных вод под Старой Одессой вырос на 12-15 метров и продолжает расти. Если посмотреть на Одессу в разрезе, то под южным черноземом залегает слой лесовидных суглинков. Ниже – слой краснобурой глины, под которым находится пласт понтического известняка. Ниже залегает мощная толща сейразеленых плотных глин. Эти глины являются основным водоупором. Из-за такого геологического строения и избыточной влаги Одессе постоянно угрожают оползни. В результате землетрясения в земле образовались трещины. Подземные воды проникли вглубь горных пород. Увеличился вес породы, а сцепление уменьшилось. Удерживающая сила становится меньше, и склон ползет. Для того, чтобы укрепить склоны, была построена система противооползневых сооружений. Подземная дренажная система – это часть противооползневых и берегоукрепительных сооружений Одесского побережья. Ее задача – с помощью тоннелей собирать и отводить подземные воды из оползневых склонов прямо в море. Строилась эта система почти 60 лет – с 1908 по 1967 годы. Началом для ее строительства стала добыча ракушника, и для отвода воды использовались прорубленные штольни. А уже в 60-х годах прошлого столетия строительством тоннелей занялся Одесский филиал Киевского метростроя. Противооползневая система состоит из трех очередей. Первая начинается от парка Шевченко и заканчивается почти на пляже Аркадия. Вторая очередь – от Аркадии до 16-й станции Большого фонтана. И третья – от 16-й станции Большого фонтана до дач Ковалевского. Правда, строительство третьей линии не было закончено. Все тоннели дренажной системы идут от берега с углоном вверх. Протяженность их составляет 27 километров. Глубина заложения – от 15 до 40 метров. С помощью этой системы ежедневно отводится 30 тысяч кубометров воды. Состоит она из вертикальных штоллин и горизонтальных галерей. Течет в одесской дренажке чистая и прозрачная вода, практически родниковая. Выходит потоками на берег моря через специальные выходы, которые одесситы называют фонтанами. Также для того, чтобы склон не разрушался со стороны моря и не сползал, возводится берегоукрепительное сооружение. Делятся они на пассивные и активные. К пассивным берегоукрепительным сооружениям относятся волноотбойные стенки. Такие сооружения принимают на себя удары волн и гасят их, то есть разрушают энергию прибоя. К активным берегоукрепительным сооружениям относятся волноломы и морские буны. Они гасят энергию накатывающихся волн и задерживают у берега приносимые ими на носы. Фактически весь берег, который сегодня существует, который мы сегодня видим, наблюдаем, он фактически расположен на древних оползневых накоплениях. Эти оползня проходили в палеогеновый период, то есть много тысяч лет назад. Древние оползня были значительно реже, но когда территория начала застраиваться, оползни не позволяли осваивать как пляжи, так и прибрежную зону, и так территорию плато около бровки склона. Поэтому были предприняты различные методы по укреплению склонов. Если бы не было склонноудерживающих предприятий, вот той берегоукрепительной системы, которая у нас сегодня есть, у нас бы оползни сегодня были на Французском бульваре. Это самая дорогая, золотая земля города Одессы. В основном борьба с оползнями – это борьба с водой, потому что при застройке территории города происходит подъем и накопление грунтово-водоносного горизонта, обводнение склонов, что приводит к уменьшению их запаса устойчивости. Это является причиной возникновения оползней. И второе на морском побережье – это абразионное действие моря. море подмывает склон и тем самым тоже уменьшает запас устойчивости склона. 10.40 – Одесса, Украина. Из-за образования оползней разной величины работа спасателей затруднена, а в некоторых местах просто невозможно. Прошел один час двадцать минут. Сотрудник гостиницы помогает Александру выбраться из лифта. Александр узнает, что случилось землетрясение, и что ему чудом удалось спастись. Понимая, что в здании находиться все еще небезопасно, Александр двигается по направлению к лестнице. Проходя мимо окна с видом на море, он застывает на месте. Зрелище просто завораживающее. Прошел один час двадцать одна минута. На берегу моря люди приходят в себя от пережитого землетрясения и его последствий. Неожиданно море резко отступает от берега. Это может означать только одно, что где-то далеко образовалась волна. На дне Черного моря находится множество тектонических разломов. А так как плиты постоянно двигаются, то они наползают друг на друга. Образуется напряжение. От резких толчков во время землетрясения сцепление этих плит уменьшается, и нижняя часть плиты как бы выстреливает. Огромная масса воды выбрасывается вверх. Море в этом месте сильно вспучивается. На поверхности образуются кратковременные течения, расходящиеся во всех направлениях. Так образуется волна цунами. Она со скоростью 350 километров в час несется к берегу. Огромная волна всей силой обрушивается на побережье. Прошел один час двадцать две минуты. Александр стоит в оцепенении и смотрит, как семиметровая волна движется прямо на него. От мощнейшего удара стекла в гостинице вылетают. Александра накрывает волной. Вода движется дальше и достигает центра города. Она смывает и уносит в море все то, что уцелело после землетрясения. Цунами достигало около 500 метров. Это было продемонстрировано хорошо тем, что был лес смыт до того уровня, до которого она докатилась. Цунами действительно может возникнуть и от землетрясения. Причем были примеры, когда некоторые землетрясения в Черном море сопровождались цунами. Но эти цунами максимальные были, по-моему, 2,7 метра. Вопрос, а могут ли быть более сильные цунами? Ну, во-первых, могут быть действительно связаны с перемещением большого объема масс. И вот этот цунами, естественно, может достигнуть берега, и где-то она выклинила, может быть, и большую. То, что я читал, это прогнозирует около 5-6 метров. Прошел один час пятьдесят минут. Руководитель штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации дает команду на организацию спасательно-поисковых мероприятий на воде. Спасатели доставляют раненых в уцелевшие больницы и пункты медицинской помощи. Из-за возможного повторения землетрясения, оползней или цунами, начинается эвакуация людей за пределы опасной зоны в соседние города и области. В связи с тем, что масштабы катастрофы увеличились, в этих же городах запрашивается помощь для проведения спасательных работ. Одесса объявляется зоной стихийного бедствия. Грязевой вулкан извергается. На поверхность выходят горючие газы. Сероводородное облако движется прямо на город. Яков Давидович все это время находится под завалом собственного дома. Ему трудно дышать. К ликвидации чрезвычайной ситуации подключаются военные. Прошло 2 часа 20 минут. На расстоянии 200 километров от берега, на дне Черного моря, активизируется один из 70 грязевых вулканов. Этот вулкан таит в себе огромную угрозу для жителей Одессы. Это очередное звено в зловещей цепи. Средняя глубина Черного моря составляет 1300 метров. Но на самом деле биосфера, где обитают живые организмы, то, что мы привыкли считать морем, намного меньше. Всего 200 метров. А все, что ниже, это безжизненная и смертельно опасная ядовитая бездна. Дело в том, что все, что глубже 200 метров, насыщено сероводородом. Дно покрыто сплошным черным илом, и живут там одни сероводородные бактерии. Вода там холоднее и солонее, чем в верхних слоях. Она не может подняться и насытить себя кислородом. А где для полного разложения органических веществ не хватает кислорода, там накапливается сероводород. В центре моря сероводородная зона начинается на глубине примерно 50 метров. К берегам глубина биосферы увеличивается до 300 метров. В этом смысле Черное море уникально. Оно единственное в мире без твердого дна. Оно как пузырь, наполненный мертвой водой. Лишь в тонком верхнем слое сосредоточена вся морская жизнь. Прошло 2 часа 25 минут. Грязевой вулкан извергается. На поверхность выходят горючие газы, вспыхивает пламя. Вместе с газами выходит вода, глина, камни, песок. И все это бурлит. И столбом выбрасывается над поверхностью воды. Извержение вулкана настолько сильное, что нижние слои воды перемешиваются с верхними. И на поверхность подымается сероводородное облако. Грязевые вулканы, вообще говоря, сами по себе являются достаточно опасными. Вообще вся тектоническая активность, связанная с нашей страной, она связана с этим поясом, который образовался, когда африканская плита давит с одной стороны, а Евразия с другой стороны. И вот этот пояс посредине образовался уже давно, это около 120 миллионов лет тому назад. И вот эти плиты подползают одна под другую, наползают, поворачиваются. И вот иногда получается такая ситуация, когда между двумя этими плитами получается как бы дырка. Нужно быть очень осторожным. Если вот такие явления существуют, то в этом районе лучше не строить никаких очень ответственных зданий и сооружений. 12.00. Одесса. Украина. И все бы ничего, но поднялось себе облако, и что? Но возникает еще одна, не менее опасная ситуация. Ветер с моря дует в сторону Одессы. А это значит, что сероводородное облако движется прямо на город. На побережье уже чувствуется резкий запах тухлых яиц. Ко всему происходящему добавилась газовая атака. Дело в том, что сероводород является сильнодействующим ядовитым и взрывоопасным веществом. Животные, рыбы, растения и вообще все живое, в том числе и человек, попадая в сероводородную зону, быстро погибает. Отравление наступает при концентрации от 0,05 до 0,07 мг на метр кубический. А предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе населенных мест составляет 0,008 мг на метр кубический. Ощущение запаха тухлых яиц уже означает, что допустимая концентрация превышена. Но одесситам на этот раз повезло. Концентрация сероводорода не настолько велика, чтобы превратить Одессу в мертвую зону. Прошло 2 часа 55 минут. С момента землетрясения прошло почти 3 часа. Яков Давидович все это время находится под завалом собственного дома. Ему трудно дышать, воздуха не хватает. Поисковые работы продолжаются. Для прослушивания завалов спасатели на 2-3 минуты организовывают минуты тишины. Возможно, кто-то подаст знак о своем местонахождении. Наряду с людьми работают поисковые собаки. Одна из них подходит к завалу, где лежит Яков Давидович, принюхивается, начинает лаять. Спасатели понимают, что там кто-то есть. Слышится слабый стук. Под завалом находится живой человек. Спасатели действуют быстро и аккуратно. Они извлекают Якова Давидовича из-под завала. Прошли сутки с момента землетрясения. Из соседних областей в зону бедствия направлены подразделения спасателей и техника. К ликвидации чрезвычайной ситуации подключаются военные. В зону бедствия едут волонтеры. Спасательно-поисковые работы не прекращаются ни днем, ни ночью. Разбираются завалы, укрепляются конструкции, тушатся пожары, восстанавливаются коммуникации. Во всех регионах страны организовываются пункты сбора гуманитарной помощи. Люди сносят туда продукты питания, медикаменты, вещи, и все это отправляется в зону бедствия. Никто не остается равнодушным к беде, которая случилась с одесситами. Зачастую последствия землетрясения ужасающие. Они уносят не один десяток, а сотни и десятки тысяч человеческих жизней. Так, например, Канта, Япония, 1 сентября 1923 года. Землетрясением разрушены города Токио и Йокогама. Уничтожены сотни тысяч домов. Разрушены мосты и тоннели. Погибло более 140 тысяч человек. Ашкабад, СССР. 6 октября 1948 года. От первого толчка разрушено большинство зданий в городе и соседних населенных пунктах. Повреждены железнодорожные сети. Сила толчков в эпицентре составила 9-10 баллов. Погибло 110 тысяч человек. Мехико, Мексика. Сентябрь 1985 года. Разрушены и повреждены 2900 зданий. Погибло 4 тысячи человек. Спитак и Ленинакан. СССР. 7 декабря 1988 года. Сила землетрясения 8 баллов. Спитак разрушен полностью. Ленинакан на 80%. Погибло свыше 25 тысяч человек. Остров Авадзи, Япония. 17 января 1995 года. Землетрясение силой более 7 баллов. Ударная волна прошла по префектурам Хиогов, Кобс, Осака и Киото. Погибло более 5 тысяч человек. Острова Ява и Суматра, Индонезия. 26 декабря 2004 года. В результате землетрясения погибли 225 тысяч человек. В результате мощного восьмибального землетрясения городу нанесены существенные разрушения. По данным, жертвами стали 923 человека. Ранены около 5 тысяч. Несколько десятков человек доставлены в больницы с отравлением сероводородом. К разрушению подверглись более 15 тысяч квадратных метров в жилой площади. Без крыши над головой остались свыше 50 тысяч человек из миллиона проживающих. Потери для города составили около 2 миллиардов долларов. Землетрясение спровоцировало оползни и вызвало волну цунами. Кто-то спасся сам, кого-то нашли под завалами. Но выжить, к сожалению, удалось не всем. Конечно, в реальной жизни такая череда событий вряд ли произойдет. Но природа непредсказуема. К тому же мы сами себе вредим и только усугубляем ситуацию. После окончания строительства закрепленной части был установлен противополазневой режим эксплуатации территории. 200-метровая полоса от кромки склона в сторону плато, где запрещено любое новое строительство. Но он не сработал. Сейчас там все застроено. Вот вы это видите. В результате этой застройки мы потеряли ряд скважин, что очень сильно ухудшает всю эффективность работы этой системы. Нескончаемая добыча полезных ископаемых провоцирует землетрясение. Застройка побережья под видом берега укрепительных мероприятий. Строительство высоток на городских спусках к морю. Хаотичная застройка вдоль побережья. Пришедшая в негодность ливневая канализация. Все это провоцирует оползни. Выброс отходов в море приводит к образованию сероводорода у его берегов. Нашей стране повезло, потому что еще в Советском Союзе и до настоящего времени сохранились очень хорошие проектировщики сейсмостойких зданий и сооружений. Мы всегда можем опираться на них. Мы знаем, что если мы правильно зададим расчетные сейсмические воздействия, то они правильно сначала спроектируют, потом построят здания и сооружения, которые не разрушатся при самых сильных землетрясениях, которые могут быть на данной площадке. А на данной площадке, вот в чем тут преимущество? Что оказывается, на данной площадке землетрясения могут быть только определенного уровня. И никаких больше. И амплитуда будет, и спектр будет только определенный. Это все можно изучить, это все можно вложить в проекты. Риск разрушения чего-то или риск потерять чего-то, он связан с реальной опасностью, то есть вероятностью возникновения определенных воздействий и вероятностью разрушения при этих воздействиях зданий и сооружений. Предсказывать землетрясение человечество на сегодняшний день не в состоянии. Но если знать, где и с какой силой оно может произойти и быть к этому готовыми, то масштабы катастрофы не будут такими ужасающими. Но вот это все, если информация о опасности будет передана проектировщикам и строителям, и они создадут сооружение, которое не будет уязвимо к таким воздействиям, то в результате, так как это умножается вероятность на вероятность, то оказывается, что вероятность разрушения будет близка к нулю. Можно еще долго перечислять. Но главное заключается в том, что мы нарушаем простые правила. Если определенные нормы прописаны, их нужно безоговорочно выполнять. А иначе нам остается только надеяться на то, что с нами не случится страшное завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok